Тема номер семь. Повседневная жизнь и мировосприятие человека 19 века. Вспомните, какие особенности были характерны для осознания человека в средние века и раннее новое время. Питание. Одно из главных изменений повседневной жизни людей в 19 веке заключалось в том, что люди начали лучше питаться. К концу века в странах Запада практически исчезла проблема голода. Теперь в течение всего года питание становилось все более равномерным. Уходили в прошлое и другие, казалось, вечные спутники человечества. Постоянное недоедание и периодические вспышки голода. Люди начали потреблять пищу не только в больших количествах, но и лучшего качества. Хотя основной пищей продолжали оставаться хлеб и картофель, происходил переход от растительных к мясным продуктам. Иначе говоря, мясо стало доступнее. С 1870 по 1913 год его потребление увеличилось приблизительно вдвое. С 25-28 килограмм в год до 45-50 килограмм. Переставал быть роскоши и сахар. Его употребление в те же годы выросло приблизительно в 4 раза. Прежде всего это оказалось возможно потому, что постепенно росли реальные доходы населения. А благодаря научному и техническому прогрессу улучшилось предложение пищевых продуктов. Развитие транспорта пищевой промышленности удешевило снабжение населения продуктами питания. Широкое применение с 1880-х годов пастеризации молока позволило снабжать им население больших городов. Распространение промышленных холодильников и развитие транспорта сделали рыбу доступной для жителей неприбрежных территорий. А также изменили ситуацию со снабжением мяса. Например, Лондон от Недди получал мороженое мясо из Австралии. Изобретение в 1870 году маргарина качественно улучшило снабжение жирами небогатых слоев населения. В 1880 году появляются первые супы-концентраты фирм Маги и Кнор, а в 1890-х годах первые консервы, которые из-за своей дороговизны считались аристократической пищей. В целом, несмотря на то, что различия в питании низов и верхов оставались огромными, все же по сравнению с прошлыми временами они постепенно стали уменьшаться. Одежда. Нечто похожее происходило с одеждой. Преобладающей здесь тенденцией была демократизация. Представители разных слоев населения начинали носить все более похожую одежду. В связи с потеплением климата происходил переход от шерстяных к более легким тканям, а именно к хлопковым. Благодаря их фабричному производству они стоили дешево и были доступны практически всем. К тому же менялась мужская мода, поскольку тон в ней задавали уже не дворяне, для которых вычурность одежды служила способом отделить себя от основной массы населения, а представители буржуазии. Будучи людьми дела, они ценили в одежде не столько изысканность, сколько удобство и добротность. В результате, например, в костюме стал исчезать тонкая талия, и сюртук начал превращаться в пиджак. Простыми были и цвета одежды серой, но чаще всего черной, что дало повод французскому поэту Баглеру года жизни 1821-1867 и сказать о мужчинах. Этот пол носит вечный траур. Именно возросшая простота и функциональность мужской одежды сделали ее приемлемой для самых разных слоев населения. Особенно это было заметно по воскресеньям, когда люди шли на церковную службу, постаравшись одеться прилично. Если в первой половине века по одежде можно было легко различить представителей различных социальных групп, то в конце века в двери церквей входили в двери церквей, входили мужчины в очень схожей одежде. Та же тенденция к демократизации в женской одежде отразилась запозданием. Если одежда мужчины, занятого обеспечением семьи, должна была быть в первую очередь очень удобной, то одежда женщины была призвана продемонстрировать, чего он добился, создавая ощущение благополучия и успеха. Поэтому она была перегружена многочисленными деталями и аксессуарами. Менявшиеся на рубежи веков в самосознании женщины усиление борьбы за эмансипацию нашли отражение в одежде. Настоящим символом этой борьбы стала война против корсетов. Появляются более свободные, не спадающие платья, возникает мод на платье, туники и так далее. Торговля и потребление. Во второй половине 19 века постепенно начинает складываться массовый рынок. Это было также связано с медленным, но верным ростом реальных доходов населения. Впервые тощие кошельки рабочих оказались такой же ценностью для торговцев, как и толстые буржуазные бумажники. При этом развитие легкой промышленности позволило удешевить и стандартизировать производство товаров массового спроса. Например, стандартизированной становилась одежда. Приблизительно с рубежа веков возникают понятия номерного размера одежды и обуви. Еще раньше произошел переворот в обувном деле. В связи с усовершенствованием технической базы стало возможным фабричное производство обуви с различием правой и левой ноги. В то время, когда эта обувь выпускалась просто прямой. Все это привело к быстрому распространению принципиально новой формы торговли универсальным магазинам. Многие из них просуществовали более ста лет. Вульвард в США, Бонмарше во Франции, Карштадт в Германии. В универсальных магазинах возникло еще одно нововведение – твердые цены, в то время как в обычных лавках можно было торговаться. Стандартизация сделала возможным появление с 1880-х годов брендов марочных товаров с единообразным оформлением и массовым серийным производством. В качестве маркетинга, то есть продвижения подобных товаров на рынке, использовались такие новые приемы, как узнаваемая эмблема товара и сопровождающий ее слоган – рекламный девиз, а также продажа сувениров с их изображением и проведение широких рекламных кампаний. Самым известным воплощением подобных брендов стало то средство, которое с 1886 года один американский аптекарь начал предлагать против похмелья и нервных расстройств – кока-кола. Однако, несмотря на все эти новшества, до подлинной эпохи массового потребления было еще далеко. Техника в доме. С последних десятилетий XIX века люди получают возможность соприкоснуться с достижениями промышленной революции непосредственно. Она начинает входить в их дома в виде разнообразных машин и механизмов долговременного личного потребления. Именно в это время были изобретены практически все бытовые электрические приборы, которые окружают нас по сей день – утюг, пылесос, стиральная и посудомоечная машина, холодильник и кухонная плита. Однако, самым важным и востребованным новшеством оказалась электрическая лампочка, изобретение которой прошло много этапов, взяв старт с середины века. Большим шагом вперед стала электрическая свеча Яблочкова. Годы жизни – 1847-1894. Начиная с 1877 года, его русский свет появился в городах США, Латинской Америки и даже в Индии освещал красивейшие здания почти всех европейских столиц. Однако, более долговечным и практичным оказался вариант лампочки, предложенной на рубеже 70-80-х годов XIX века американским изобретателем Эдисоном. Года жизни – 1847-1931, который с помощью ряда других изобретений сумел превратить электричество из вызывающей любопытства диковинки в повседневного спутника человека. Большое распространение получили также различные механические устройства для личного потребления. Если созданная в конце 1860-х годов печатная машинка была нужна далеко не всем, то изобретенная в 1851 году американцем Зингером швейная машинка скоро начала продаваться сотнями тысяч, поскольку, несмотря на расцвет розничной торговли, одежду в массе своей продолжали шить на дому. В 1839 году француз Дагер запатентовал свой способ фотографии. С этого момента он постоянно усовершенствовался, пока в 1888 году не появился первый компактный фотоаппарат, использовавший не громоздкие пластины, а пленку. Тем самым была открыта эпоха любительского фотографирования, а сам принцип устройства фотоаппарата сохранялся вплоть до цифровой революции конца 20 века. Вскоре стало возможным запечатлевать и сохранять не только окружающую действительность, но и звуки. Изобретение в 1877 году Эдисоном первого записывающего устройства фонографа позволило 10 лет спустя создать граммофон. На рубеже веков невероятную популярность приобрел велосипед. Для женщин велосипед был к тому же одним из способов демонстрации равноправия. Велосипедом можно было пользоваться наравне с мужчинами и даже носить при этом брюки. Особенную популярность велосипед приобрел во Франции. Если в 1893 году там насчитывалось около 130 тысяч велосипедов, то к 1914 году 3 миллиона 500 тысяч. На волне этой популярности в 1903 году возникло самое крупное велосипедное состязание того времени – Тур-де-Франс. Средства транспорта развитие техники совершенно изменило прежнюю практику путешествий. Железная дорога позволяла пересекать значительное пространство не только быстро, но и с все большим комфортом. Если в первой половине века пассажиры, независимо от расстояния, проделывали путь сидя, то с 1860-х годов появляются удобные спальные вагоны, первоначально выпускавшиеся американским фабрикантом Пульманом. С 1880-х годов запускаются комфортабельные скоростные маршруты с центром в Париже. Восточный экспресс связал столицу Европы с Константинополем, Южный с Лиссабоном и Мадридом, Синий экспресс с Лазурным берегом. Особенно роскошными были темно-коричневые вагоны, запущенного в 1896 году Северного экспресса, соединившего Париж с Санкт-Петербургом. Однако позволить себе эту роскошь можгли далеко не все. Еще большей степени это касалось автомобиля с бензиновым двигателем, изобретенного в 1885-1886 годах немецкими инженерами Бенцем и Даймлером. Долгое время он сосуществовал с громоздкими правыми автомобилями и далеко не сразу снискал к себе нынешнюю любовь. Так движение автомобилей по дорогам Англии было разрешено лишь в 1898 году, причем скорость ограничивалась четырьмя милями в час, а перед машиной шел специальный человек с предупреждающим красным флажком. Автомобили долгое время собирались поштучно и медленно. Можно сказать, что, к большому счету, эпоха автомобилестроения началась только с 1908 года, когда Генри Форд начал выпускать в Детройте свою знаменитую модель Т, широко применяя стандартизацию и конвейер. Это позволило не только увеличить производительность, но и сделать автомобиль более дешевым и доступным. К 1913 году в мире насчитывалось около 2,5 миллионов автомобилей, причем в Германии одна машина приходилась на каждые 1567 жителей, во Франции на 437, США на 81. Настоящую революцию в средствах транспорта произвело появление самолета. После многочисленных неудачных попыток оторвать от земли аппарат тяжелее воздуха, в 1903 году братья Райт совершили первый продолжительный полет на аэроплане собственной конструкции. Однако эпоха пассажирского авиатранспорта была еще далеко впереди. Новое качество связи. Не только транспорт, но и средства личной коммуникации претерпевали глубокие изменения, совершенствовались традиционные способы связи и появлялись совершенно новые, никогда не существовавшие. До 19 века почты пользовался лишь ограниченный круг грамотных людей. К тому же ее услуги были весьма дорогими. Чаще всего получатель оплачивал наличными каждое письмо. С возрастанием числа грамотных людей новыми транспортными возможностями возникла потребность в более эффективной организации почты. Количество почтовых отделений резко возрастает. Например, в США в 1789 году их было лишь 75, а в 1901 стало 77 тысяч. Начиная с введения в Англии в 1840 году знаменитого черного Penny первой почтовой марки, проблема оплаты почтовых услуг получила простое эффективное решение. В начале 20 века почта доставлялась по нескольку раз в день в крупных городах до восьми. Например, послав письмо или введенную в 1869 году открытку утром, можно было договориться о встрече в тот же вечер. Еще быстрее действовал телеграф, изобретенный в 1837 году и постоянно совершенствовавшийся. Телеграфные линии пронизывали целые континенты, не останавливаясь и на их границах. В начале 1860-х годов подводные кабели связали Европу с Новым Светом, а к 1871 году с Индией, Китаем, Японией. Телеграф способствовал быстрому распространению информации, что было важно для частных лиц и имело огромное значение для экономики политики. Если о взятии Бастилии в 1789 году в Вене узнали только на восьмой день, то о начале в Париже февральской революции 1848 года практически сразу. Скорость передачи информации способствовала тому, что революция 1848 года распространилась едва ли не на всю Европу. Однако для личного употребления более удобным оказался телефон, патентное изобретение которого британец Белл получил в 1876 году в США. К 1900 году в Англии насчитывалось уже 210 тысяч телефонов, но тем не менее он оставался редкостью, доступной немногим. Мировая культура и расширение форм досуга. Появление на рубеже веков массовой культуры было связано с повышением культурного уровня народных масс в связи с развитием школьного обучения, а также с уменьшением рабочего дня и постепенным ростом доходов населения. Стремление увеличить прибыль приводило к тому, что массовая культура предлагала своим потребителям доступную стандартизированную продукцию, часто крайне примитивного уровня. Ее главным выражением за считанные десятилетия стало кино. После первой демонстрации братьями Люмьер движущихся картинок в Париже в 1895 году киноленты несколько лет показывались в качестве дополнений на других зрелищах или на ярмарках. Однако с 1905 года начали появляться первые кинотеатры. К 1914 году один кинотеатр приходился на 30 тысяч жителей во Франции, на 18 тысяч в Германии, на 10 тысяч в Италии, на 8 тысяч в Англии. Еженедельно кинематограф в Англии посещали 7-8 миллионов человек. Секрет подобной популярности был прост. Кино являлось зрелищем необычным, но вместе с тем понятным и доступным. Тематически преобладало киноаттракционов, то есть программы из нескольких коротких фильмов, документальные съемки катастроф, юмористические сценки, спорт, бай животных. Входные билеты отличались необычайной дешевизной. Около пяти центов в США, 1-2 пенни в Англии, 10-20 пеннингов в Германии. Наряду с кино другой излюбленной массовой формой досуга стал спорт. Физические упражнения, будь то скачки, фехтование для дворян или различные народные состязания на ярмарках существовали с давних времен. Уже с начала 19 века появляются первые спортивные объединения, например, движение гимнастов в Германии. Однако к концу века характерными чертами спорта стали более четкая организация, профессионализм и ориентация на коммерческую выгоду. Увеличивалось количество видов спорта, в которых четко прописывались правила. Особо выделялся состязательный момент с его вершиной, спортивным рекордом. Спорт являлся отныне массовым зрелищем. Возникал феномен болельщиков. Если на первом финале Кубка Англии по футболу в 1872 году присутствовало 2000 болельщиков, то в 1913 году 120 тысяч. Новой чертой стало проведение соревнований между разными странами. В 1881 году была создана первая из международных спортивных федераций, федерация гимнастики. Организованный французом Де Кубертеном в 1894 году Международный Олимпийский комитет два года спустя провел первые Олимпийские игры нового времени. Еще одним способом проведения досуга стал туризм, важнейшей предпосылкой которого была транспортная революция. От путешествий прежних времен, когда в дорогу обычно отправлялись с какой-то определенной целью, туризм отличался возможностью посетить интересные места, увидеть другие города из страны. Возникает инфраструктура туризма, появляются туристические бюро, печатаются путеводители, создаются туристические продукты. Одним из главных новшеств явилось зарождение массового туризма. У рабочих, которые практически не имели оплачиваемых отпусков, туризм сводился к однодневным поездкам за город или на море. Особенной популярностью они пользовались в Англии к началу XX века, превратившись, по словам современного историка, в такой же национальный институт, как Пудинг. Постепенно, с улучшением материального благосостояния наемных работников, количество предложений по проведению досуга постоянно возрастало. Увеличивалось количество варьете, мюзик-холлов, кабаре, различных театрализованных шоу. Некоторые из них отличались грандиозным размахом. Так, в постановке по мотивам книги Жюля Верна «Вокруг света» за 80 дней участвовало 1800 человек. На сцене появлялись пароход и паровоз. Пространство и время. Проходившие в течение XIX века глубочайшие перемены не только затронули работу, досуг и повседневную жизнь людей, но и привели к важным изменениям восприятия окружающего мира. В том числе это касалось таких его казавшихся незыблемыми основ, как пространство и время. Главной причиной изменившегося восприятия пространства стала транспортная революция, сделавшая далекое близким. То, что раньше занимало месяц, отныне измерялось днями. Одни путешествия превращались в часы. Не менее важным было духовное освоение пространства. Раньше мир казался огромным, в том числе потому, что он был совершенно чужим. Теперь школьное образование делало доступным географические знания и представления о различных регионах земли. Газеты дополняли их аккуратными, актуальными политическими содержаниями, а приключенческие романы, например, Жюля Верна, будили эмоции. В целом на протяжении жизни буквально одного-двух поколений пространство переставало быть непреодолимым и враждебным, оставляя то ощущение, которое образно выразил Гёни. Железные дороги убивают пространство, и теперь нам остается только время. Однако со временем происходили еще более удивительные перемены. Ни в одну предыдущую эпоху время не играло такой роли в общественном сознании, в жизни отдельного человека. Перемены в значительной степени были связаны с техническим прогрессом, одним из следствий которого стало отступление сумерек. Веками хозяйственная частная жизнь диктовалась световым днем, после окончания которого все замирало и наступала почти полная темнота. Жилища едва освещались лучинами и пламенем очага. На улицах царил мрак. С 19 века началась эпоха света. В 1820-е годы были изобретены дешевые, яркие, стеариновые свечи. В 1850-е годы керосина, керосиновая лампа. На улицах появляется постоянное газовое освещение. В 1807 году в Лондоне, в 1815 году в Париже, в 1826 году в Берлине. С последних десятилетий 19 века стремительно распространяется электрическое освещение. Искусственное освещение изменило традиционное восприятие сменяемости времени суток и способствовало большому разнообразию форм досуга. Изменилась точность измерения времени. На смену солнцу, как главному ориентиру, приходят часы, которые из украшения городской ратуши превращаются в широко распространенный инструмент измерения времени. Если в конце 18 века ежегодное мировое производство карманных часов составляло 350-400 тысяч штук, то в 1875 году 2,5 миллиона штук. Происходит унификация времени. Главные движущие силы которой было развитие железнодорожного транспорта. Дело в том, что в начале века существовали тысячи местных исчислений времени. Даже в 1870 году 400 железнодорожных компаний в США использовали 75 разных времен, что создавало большие неудобства. В итоге в 1884 году было установлено действующее сейчас единое мировое время с делением земного шара на 24 часовых пояса. Время в гораздо большей степени, чем прежде, определяло жизнь человека. В доиндустриальном обществе течение времени отмечалось естественными индикаторами с меняемостью времен года и времени суток, очередностью сельскохозяйственных работ, потребностями скота. Теперь на их место приходит абстрактно измеряемое время, часы, заводской гудок, разного рода расписания. Изменился ритм жизни. В аграрном обществе он соответствовал естественным сменам времен года и сезонных работ и был изменчив. Ритм наемного труда в городе не менялся в течение года, подчиняясь движению машины, делая жизнь более монотонной. А в целом главное изменение восприятия времени определяло его связь с трудом. В доиндустриальном обществе не существовало четкого разделения между часами труда и часами досуга. Для крестьянина нормальная была работа от пробуждения до отхода ко сну, прерываемая произвольными паузами на отдых. Противоположностью работе являлся не столько четко очерченный досуг, сколько праздник или воскресенье. Подобного разделения не знали также ни праздные верхи, ни средние слои, работ которых тоже не была четко привязана ко времени. Наемный труд в XIX веке привел к отчетливому разделению часов труда и часов отдыха, появлению досуга в собственном смысле этого слова. Индивидуализм и коллективное сознание. Важным процессом в XIX веке было развитие индивидуализма, личностного начала в человеке. Этому способствовали разрушение прежних тесных социальных групп, общины, цехов, а также возросшая пространственная и социальная мобильность человека. Капиталистический рынок стимулировал личную конкуренцию. В политике, безусловно, главным был вектор на расширение личных политических и гражданских прав. Наконец, сам город, становившийся средой обитания для все большего числа людей, давал гораздо больше личной свободы, чем сельская жизнь у всех на виду. Индивидуализм проявлялся по-разному. Человек отныне не обязательно занимался тем же, чем его отец и деды, а выбирал себе работу сам. Также самостоятельно он выбирал себе жену. Он сам, а не священник, а не старший среди родственников, давал имя своему ребенку. Не случайно именно в XIX веке увеличивается разнообразие личных имен, и даже появляется мода на некоторые из них. Ощущение собственной личности появлялось и в росте внимания к самому себе, свидетельством чему явилось распространение зеркал, ранее вызывавших предубеждения в народной среде. Однако ноша индивидуализма часто оказывалась слишком тяжелой. Постоянная необходимость принимать решения самому приводила к чувству неуверенности и стремлению к каким-то надежным ориентирам. Таким ориентиром стало желание быть как все, не выделяться из общей массы, поступать как другие. Эти колебания между стремлением утвердить собственную личность, опасением выбиться из коллектива, которые сегодня не менее важны, во многом определяли видение мира и поведение человека. Происходившие в течение XIX века глубокие быстрые перемены отражались не только в политике, экономике, культуре, но и в поседневной жизни обычного человека. Люди стали иначе питаться, носить другую одежду, менялись формы, проведение досуга и даже сами взгляды на жизнь.